Жительница Покачей Маина Абрусняк уже принимает поздравления. Много лет она работала в строительно-монтажном управлении. При участии Маины Герасимовны в прямом смысле слова построены целые города. Мне было интересно строить город. Я в своей жизни три города построила. Город Новозов в Донецкой области, Покачи и город Мегион. В Покачах Маина Герасимовна участвовала в возведении почти каждого дома. Приехала она в Западную Сибирь в 1985 году. Как раз началось строительство первой пятиэтажки будущего города. И Маина Абрусняк, как уже опытный штукатур-маляр, была назначена бригадиром. 65 человек в бригаде было. Это очень большая была бригада. Трудно было, конечно. Приходили ученики в основном. У нас только два разрядника было. Потому что все отсюда приезжали, работать негде. Вот они устраивались учениками. Строители познают свою профессию и в теории, и на практике, совершенствуя свои навыки. Ведь главное – результат, который потом радует людей. Жители Лангипаса меняют ветхие квартиры на современные. Входя в светлые комнаты, новоселы всегда говорят спасибо. Например, многоквартирник по адресу первостроителей 4. Дом трехэтажный, пятиподъездный. Именно сюда из коммерческого жилья переехала семья Зигангировых. Мама с тремя взрослыми детьми. Дочь и два сына. И все они благодарят строителей. Квартира сама по себе большая. Ремонт в ней уже сделан. Можно заезжать смело жить. Все есть. Все коммуникации, проводка, вода, сантехника. Все есть. Заезжай и живи, как говорится. Никакого ремонта или каких-то доработок, переделок квартира не требует. Благодарность строителям имеет и общегородской масштаб. В этом году звание почетного гражданина Урая получил Мартин Амбарцумян. Тысяча квадратных метров жилья, детские сады и школы возведены под руководством Мартина Айказовича. И ураец считает, что важно быть достойным примером для молодежи, получив такое признание. Почет, я понимаю, вот этот и должен примером биться своих молодых поколений, чтобы не дать какой-то ошибки. Понимаете, она дает какую-то ответственность. Для меня Урая это был и остается как второй родиной. Я родился в современе, но уже 30 и больше лет живу в Рае. И все эти 30 лет Мартин Айказович строит и помогает. Он известный в городе Меценат. С профессиональным праздником уже спешат поздравить те, кому не раз оказана благотворительная поддержка. Дружба Мартина Амбарцумяна и духовенство православного прихода Урая давняя и крепкая. Дорогой брат Мартин Айказович, я от всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником Днем Строителя. Спасибо, что вы создаете дома, школы, садики, храмы. Божьей помощи вам во всем. И все, кто с вами трудится, всем Божьей помощи, здравия, благополучия, всех благ, с праздником и удачи. А тем временем даже в предпраздничный день идет строительство. В Когалыми ведется масштабная стройка новой школы площадью 20 тысяч квадратов. Учреждение рассчитано на 900 учащихся. Конечно, школа будет современная в качестве оборудования данной школы. То есть будут в каждом кабинете интерактивные панели, которые необходимы сейчас для реализации образовательных программ. Также мы говорим о мобильных пространствах, то есть так называемых каворгинг-зонах, которые необходимы для детей, чтобы дети после уроков могли спокойно остаться в школе, что-то поработать над проектом. В День Строителя поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов, преподавателей профильных образовательных учреждений и всех, кто причастен к отрасли. Добавлю, что в России в ней трудится более 6 миллионов человек. Елена Шамшаева при содействии коллег «Наши города». Продолжение следует...